Иран все дальше отходит от своих обязательств по первоначальному совместному всеобъемлющему плану действий. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что это отдаляет снятие санкций с Ирана. Иран все дальше отходит от своих обязательств по первоначальному СВПД. Пожалуй, в этом есть какая-то даже иррациональность, потому что если переговоры разрешатся достижением соглашения, все эти отклонения от первоначальной ядерной сделки придется обращать вспять. И чем дальше Иран будет отходить от первоначальных обязательств, тем больше времени это займет, что повлияет и на сроки отмены санкций, минус заявил Михаил Ульянов. СВПД по иранской ядерной программе может быть восстановлен только в первоначальном виде, новая сделка невозможна, считает Михаил Ульянов. Все разговоры о том, чтобы начать с нуля, сочинить новую сделку, минус из области фантастики. Если пойти по такому пути, то новая сделка может быть согласована очень нескоро, а может быть, и никогда. Нет, надо исходить из реалий, они таковы, что первостепенная задача состоит в скорейшем восстановлении оригинальной ядерной сделки без каких-либо изъятий или довязков, добавил представитель России. При этом, Ульянов отметил, что новая власть в Иране может скорректировать позицию по некоторым вопросам, обсуждаемым на переговорах по восстановлению совместного всеобъемлющего плана действий. Инаугурация нового президента Ирана Ибрахима Раиси пройдет 5 августа, напоминает ТАСС. «Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учетом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства. Нельзя исключать, что взгляды иранской стороны на некоторые из обсуждавшихся в вене вопросов подвергнутся корректировкам. Мы ничего об этом пока не знаем», – отметил Михаил Ульянов. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили совместный всеобъемлющий план действий. Эта сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, как гарантию неполучения тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Ирана. Тегеран в ответ заявил о постепенном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничения в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.